всех приветствую дорогие зрители канала герчик его с вами виктория осипчук тема данного видео будет как трейдинг сделать основной профессии я озвучу такие основные пункты основные моменты которые должны присутствовать у трейдера и также трейдер тоже должен быть готов к тому до чтобы трейдинг и уйти так сказать да в трейдинг полностью целиком чтобы жить с тренинга зарабатывать это нужно очень быть подготовленным да то есть многие этапы нужно пройти чтобы уйти на этот путь давайте начнем с первого это победа над азартам и амбициями настрой на долгосрочное сотрудничество что это значит да то есть во первых когда трейдер он начинает учиться он торгует там неважно на реальном счету или на демо счете да у него должно вот это понятное дело он этот сеть все эти этапы проходит просто у кого-то это про победа это происходит быстрее у кого-то она происходит гораздо медленнее вот если на примере до взять меня как трейдеры у меня это вся победа она пришла очень медленно он несколько лет я не могла к этому прийти к пониманию пониманию того что рынок это не какая-то игрушка да вот игрушка поиграться зайти поиграться нет хочется азарта хочется поиграться вот можно пожалуйста какие-то другие виды развлечения найти до которых очень много трейдинг это не игрушка это если вы хотите уйти в это дело как в работу то вы должны понять да что рынок он живой рынок он бывает плохой рынок бывает кризисный новостной и это нужно понимать да то есть подстраиваться там как-то не ругаться с этим рынком сидеть там у монитора как-то злиться да на это нет никто никому ничем не обязан да никто в принципе никому не должен и рынок вам в принципе ничего не должен рынок он очень огромный да в плане участников там много кто торгует и спекулянты и все остальные участники да мы сейчас говорим какие-то глобальные или мелкие спекулянты неважно но ваша суть ваша суть а понять закономерность чего-либо неважно потому что сценариев на самом деле очень много в рынке их очень много кто-то кто торгует там паттерны кто-то будет понимание рынке кто-то торгует уровне кто-то торгует какие-то формации какие-то картинки графики и тренды и так далее я могу сказать что что-то неправильно нет у каждого трейдера свой подход в чем суда важно то чтобы трейдер вот он нашел что-то такое интересно да золотую середину он понимает что это закономерность и она работает на определенном рынке тогда вы вы начинаете ту закономерность проверять и понимаете что это работает в чем суть самого этой победы над азартом амбициями до азарт это когда вы лезете не туда куда не туда куда надо скажем тогда то есть влезет и в те движения которые вы не понимаете вопрос зачем вот вы много там времени там выстраивали с другой усим вы должны этот путь пройти вы даже выстрелить эту свою систему вот эти свои свое видение вот эти свои закономерности которые вы понимаете потому что если вы не построите азарт так и продолжит над вами властвовать то есть не вы будете вас туда на свой торговой системы азарт будет пластвовать над вами и просто вас водить за надо вводить потоку как мари марионеткой вы просто будете продолжать терять деньги амбиции это то что вы вот я сейчас там заработаю да я там заработаю да вот я сейчас выложу там мне будет там небольшой счет да я его сейчас как разгоню вот эти все амбиции их надо убрать ни к чему хорошему это не приведет амбиции азарт это две главные проблемы трейдеры даже не начинающего практикующего которым много лет рынке я сейчас говорю про себя я наверно около больше пяти лет шесть-семь да там где-то около того я просто вот так была уверена да вот да нет же вот я вот здесь объем превыше да нет же я вот сделаю по-своему все вот все против да против вот этой вот системы которая есть на рынке да это вот настолько надо иметь устойчивую психику чтобы это понять принять да и прогнуться вот под этот рынок вот ваша задача вот таким стать да чтобы уйти в рынок уйти в трейдинг как в основную профессию вам нужно победить вот этот азарт амбиции что рынок это не игрушка еще раз вам напоминаю не надо лезть какие-то непонятные движения которые вы не понимаете чем если вы лезете в какую-то какое-то движение то постарайтесь это объяснить как минимум до прописать у себя в торговой системе на самом деле торговая система она не должна быть у вас какая-то 50 страниц картинок также не должно быть их милет что-то конкретно до сильные картинки у вас даже быть всегда прям при себе там или у вас голове вы должны их понимать и то что они вам приносят прибыли соответственно вы также должны прийти к тому чтобы те картинки которые торгуете вам приносят чтобы до автоматизма все это довести чтобы заходить до открываете там монитор открываете платформы Schüler делать и домашку по системе там нет уже никакого азарта у вас не должно быть А второе, наличие рабочей торговой системы, да, вот мы сейчас об этом и говорим, наличие рабочей торговой системы, торговая система может меняться 20-30 раз, это нормально, вот у меня оно очень много раз менялось, оно менялось, подстраивалось под рынок, оно подстраивалось под сегодняшний рынок, сейчас рынок, да, вот скажем так, кризисный, и она потихоньку, там немножечко, она корректируется, но в основном сама база, она у меня как бы сильна, да, я говорю сейчас про базу, которую должен получить трейдер И на этой базе, возможно, какие-то подкручивания делать, подкручивать какие-то элементы вашей торговой системы. Но ваша рабочая торговая система у вас должна быть, чтобы вы уходили в трейдинг, чтобы вы ее не писали в моменте. Это плохая идея. Вот уходить в трейдинг и что-то там на ходу делать – это плохая идея. Уходить в трейдинг и торговать, уже зная, что вы торгуете, что вы делаете. Третье – понимание рынка инструмента. Понимание рынка, который вы торгуете. Торгует или форекс, вы должны знать от и до форекс, какой он, какие инструменты ходят нормально, как коррелируют, какие ходят, какие не ходят, как реагируют на новости и так далее. То же самое с акциями. У вас какие-то должны быть, возможно, акции, ваш портфель, криптовалюта, криптомонеты, как они ходят, какие не ходят, какие ходят за битком, какие не ходят, ATR, эти почему ходят так, то есть все досконально у вас должно быть уже вами, Не то, что прописано, проработано вами То есть вы эти этапы должны пройти Я вам хочу сказать, что все эти этапы можно проходить даже работая Вот вы работаете сейчас, неважно на какой работе, вы можете это совмещать Вот учиться и работать можно Но работать в трейдинге, уже зарабатывать, торговать здесь уже сложнее Потому что у вас здесь, во-первых, вы фокусируете, вы сосредоточены Вы уже начинаете открывать сделки Вы начинаете управлять своей прибылью, стопы, риски и так далее То есть здесь на самом деле уже серьезный подход Учиться можно, учиться совмещать, да Моя рекомендация, если вы учитесь, тоже, конечно, по вашему усмотрению Открывать реальный счет или демо У меня был и тот, и тот вариант На демо тоже неплохо, на демо учиться, на демо торговать Вы просто не подключаете эмоции Вы как будто представляете, что это реальные деньги И просто торгуете по своим картинкам, по своей системе Ну и, соответственно, по вашему риск-менеджменту, да Гипотетически, который вы себе написали Четвертое Статистика за 1, 2, 3 месяца В чем статистика важна? Во-первых, если вы уйдете, да, вот в трейдинг, как профессию Вы должны понимать, вообще, вы зарабатываете в месяц или вы теряете, да Понятное дело, что зависит от рынка, да Какая фаза рынка Бывает, что месяц хороший Бывает, что месяц не очень хороший Но вы должны, в принципе, прожить эти все месяца И хорош, и не хорош Чтобы хотя бы примерно понимать, да Возможно, делать какие-то накопления, чтобы дальше как-то жить То есть, это уже реальная работа Вы должны уже, в принципе, смотреть по своей общей прибыли за месяц Как ее распределять, чтобы потом, на следующем месяце, не уйти как-то в минус Я имею в виду именно в жизни, да, как вы своим бюджетом распределяете Чтобы не было таких моментов, что вы начинаете торопиться Вот вам надо отдать долги, вам надо заплатить за счета и так далее Это сразу, говорю, плохая идея Такого у вас не должно быть Вы должны это все как-то просчитать, чтобы вы спокойно торговали Рынок не дает сделок, рынок не дает точки входа Все, вы сидите день, два, три, четыре Вы не трогаете ничего Это вот ваша и есть устойчивая психика Которая вам не позволяет, уже нет смысла Вот говорю сейчас о себе Нет смысла уже куда-то там лезть, торопиться Потому что это плохо заканчивается Ну, то есть, по статистике это плохо заканчивается По моей статистике, по любой статистике Взять любого трейдера, кто торговал вот так торопясь Там итог один Пятое Опыт кризисный рынок Желательно, да, когда вы начинаете торговать Начинаете, точнее, учиться, вы должны побывать во всех фазах рынка Фаза новостная Фаза технических каких-то сложностей Зараженная зона, там, возможно, неделя, две, три месяца Сам рынок стоит То есть, вы должны все это на себе прочувствовать Чтобы понимать, ага, рынок сейчас такой Какая есть альтернатива Да, возможно, если вы торгуете два рынка, это очень хорошо Вот я торгую два рынка Валютный и акций Когда на валютном прям все плохо Я на акциях что-то там нахожу Когда на акциях там вообще ничего, я нахожу на валютном То есть, когда комбинировать, да, вот эти Например, там два рынка Очень даже неплохо Очень А это помогает К тому, что если кризисный рынок, то Какой-то рынок, он более-менее смотрится Или, например, крипторынок и акции Или крипторынок и форекс Что-то одно Одно из двух И шестое Управление капиталом и прибылью То есть Прибылью, да, то есть сделками Как вы их закрываете То есть у вас должна быть система Вот вы там поторговали неделю, деньги вывели Или вы поторговали две недели, деньги вывели Или вы вот закрыли сделку и тут же вывели там 50% Также это должно у вас происходить весь этот вывод прибыли Вы должны сравнивать, да, ну не сравнивать А вы должны смотреть в первую очередь, да Сколько у вас остается, в принципе, общая сумма капитала Да, чтобы этот капитал Чтобы это не било, так сказать, по самому капиталу Чтобы дальше торговать Я имею в виду это, да То есть если вы сделки закрываете Вы там выводите прибыль Чтобы вы дальше смогли Хорошими объемами, да Чтобы вы дальше смогли развиваться Там возможно разгонять счет У кого какие цели, да И дальше торговать То есть вы должны это все контролировать Вывод прибыли И чтобы у вас капитал особо, да Сильно прям не уменьшался в такой, да В прогрессии прям Ну, баланс должен быть соблюден Так, в принципе, вот такие основные моменты я сказала Ну и, конечно же, брокер Да, вы должны поторговать с брокером Поработать с ним какое-то время Понять, что это надежный брокер Да, что если вы уйдете И будете торговать у этого брокера Чтобы не были проблемы там С выводом, с водом, да С какими-то еще какие-то проблемами То есть вы должны, в принципе, все это узнать Да, поработать Время вам покажет, да Какие, может быть, ошибки Не ошибки, а какие-то, может быть А недостатки у брокера, да Если они есть Вот Поэтому Прежде чем уходить Самое все-таки, наверное, важное Это устойчивая психика То есть Если вы не победите себя Давайте скажем так Да, такую простую фразу Если вы победите себя Вы будете непобедимы Вот вы победите себя Да, победите свой вот этот азарт Да, непонятно Только тогда вы сможете уходить В трейдинг Вот Но чтобы прийти к чему-то, да Прийти к этой закономерности Правильным картинкам и так далее Нужно много учиться Учиться надо И в такой рынок побывать И такое поторговать Честно, моя рекомендация Торгуйте все подряд Вот в начале Вот все подряд Потому что вы сразу начнете попадаться везде Знаете, как ловушки Они везде в рынке Вы сразу начнете понимать Где вы деньги теряете Вы просто учитесь на своих ошибках Поэтому все эти этапы Те, кто вот Знаете Приходят на обучение Спрашивают А вот трейдинг А вот заработать Сразу у всех вот прям Вот какие-то вот Такие перспективы Да, трейдинг действительно Перспективный Перспективный бизнес Я не отрицаю Что это прибыльный бизнес Прибыльная работа Но в начале Нужно себя подготовить Нужно постепенно Не бывает Чтобы сразу Да, вот так Первый год Второй, третий год То есть все Год за годом Поэтому Это такое дело Специфичное Скажем так Трейдинг не похож Не на одну Другую работу Это не просто Вы сидите Там Угадываете Какие-то циферки Какие-то там Движения Нет Здесь прям Проработанный алгоритм Ваш алгоритм Ваше видение Да Как вы видите Как вы понимаете Рынок Ну и конечно же Совет Рекомендация Учитесь только у сильных Учитесь у правильных Кто учит действительно Полезному Да Потому что сейчас Много гуру На самом деле Много учителей Но выбирайте И смотрите Конечно же По статистике Да У кого вы учитесь Как сам человек Торгует Смотрите По его системе Да Пробуйте Да Если вы у кого-то Учитесь Даже если смотреть Герчуко Взять меня Других спикеров Да Вы смотрите Вообще Что человек рекомендует Чему человек учит Также проверяйте Это на графике Работает это Или не работает Возможно У вас какое-то Будет свое видение Потому что Трейдер Если взять Даже если Какую-то систему Берет другого Трейдера Он все равно Свое что-то вносит Свое видение В итоге Да Как-то вырабатывает Своя торговая система Поэтому всем Я желаю удачи Успехов В этом деле Это действительно Такой Нужен серьезный настрой Это не игрушка Еще раз Да Повторюсь Это не игры Это не шутки Это не нужно Лезть Вот это вот Непонятное Вот поиграться За монитор Открой Вот ты поиграешь Нет Не поиграйтесь Это ваша работа От которой вы Вот если вы хотите жить Вы просто вот живете Зарабатываете деньги Вам нужно там заплатить И там знаете Вот как обычная работа На которую вы ходите Просто здесь у вас Контроль самого себя Вы сам себе хозяин На самом деле Это еще гораздо сложнее Потому что вы в принципе Должны контролировать Этот момент Я вам желаю удачи Прийти к этому этапу Вот к этому Устойчивому человеку Да С устойчивой психикой Чтобы вы просто Уже были непоколебимы Да То есть Чтобы вас рынок Как бы особо не качало Да Чтобы вы понимали Что у вас есть стратегия Вы по ней работаете Совершили ошибку Провели работу над ошибкой Идете дальше Провели работу Фильтрацию Идете дальше Тут главное не задаваться Поэтому всем успехов Всем успешного обучения Всем до встречи Те кому видео Конечно было полезно Понравилось Ставьте лайки Это ваша благодарность Те кто еще не подписан На канал Герчико Подписывайтесь Чтобы не пропускать Следующие видео Видео Уходят каждую неделю Полезные видео Так же для начинающих Так же для практикующих Всем успехов Всем до встречи Субтитры сделал DimaTorzok